Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках библейского портала «Экзогет» мы ответим на вопрос, который пришёл на сайт нашего портала, и будем отвечать, основываясь на тексте Священного Писания. Итак, вопрос. Как получить в этой жизни всё и без напряга? Вопрос актуальный, вопрос, который волнует немалое количество людей. Ответ на него простой – никак. Но если поподробнее. Для человека верующего получить всё и без напряга не является самоценностью. Вот если мы посмотрим Евангелие от Матфея, Господь об этом говорит. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, ну вообще всё, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? «Ибо придёт Сын Человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Дело в том, что получить в этой жизни всё для христианина – не самоцель и не ценность. Конечно, хочется жить неплохо, хочется что-то иметь в этой жизни, но хотеть на него кто не запрещает. Другой вопрос, что бывает, Господь видит, что нам это полезно, и может дать. Бывает, что нам это не полезно. И вот как раз польза души – это именно то, о чём печётся в первую очередь Спаситель сам, а во-вторых, и Церковь, потому что Церковь содержит правильное учение Святого Духа. Так вот, как получить всё без напряга? Без напряга не получится. Напрягаться нужно, и вот напрягаться очень важно. Даже вот напрягаться – это не совсем то слово. Можно вообще жить без напряга, но трудности они всё равно будут. Также вот в Евангелии от Луки, в 17 главе, в начале мы читаем, невозможно не прийти соблазном. Они сами придут. То есть можно не напрягаться от соблазна, придут сами. Другой вопрос – как с ними работать? Вот в православии есть много отцов, которые очень с большим таким воодушевлением говорят про скорби. И для многих вопроса, типа, а как вообще это надо скорбить, что ли, ходить там со скорбными? На самом деле отцы говорят совершенно не про то. Они говорят, что скорби придут, проблемы придут. Вопрос – как мы с ними работаем? То есть можно эту проблему отрицать, можно к ней относиться с таким внутренним отторжением, и тогда пользы никакой не будет. А мы в Евангелии от Иоанна читаем, что вы в мире будете иметь скорбь. В 16 главе в самом конце Господь говорит, вы будете в мире иметь скорбь. Особенно верующие, особенно те, кто не живёт по закону этого мира, то есть как раз не пытается получить от жизни всё. Вы будете иметь скорбь. Но Господь говорит, мужайтесь, потому что я победил мир. И вот когда мы со Христом, мы можем пройти через это искушение. Кстати, вот в молитве «Отче наш» последняя фраза «Не введи на своё искушение». Когда мы читаем толкование отцов, то по толкованию это не то, что Бог вводит кого-то в искушение. Это скорее не оставь нас в искушении, потому что бывает, что мы во время искушения перестаём глядеть на Христа. Мы перестаём идти сквозь это искушение. У нас есть такой соблазн начать смотреть вниз, как бы под ноги, погрязнуть в этом искушении и булькать. Нужно уметь правильно работать с трудностями, потому что все трудности, ну знаете, всё, что не убивает, делает нас сильнее. Те трудности, которые встают на нашем жизненном пути, они делают нас лучше. И это очень классно, потому что человек сейчас, к сожалению, в таком состоянии, что если у него не будет внешних трудностей, он начинает деградировать. Поэтому внешние трудности нам будут обеспечены. Другой вопрос, как к ним относиться. И вот если мы посмотрим совет апостола Иакова, в 4 стихе 1 главы своего послания он пишет, «Знаете, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть терпение – это, в принципе, как бы состояние без особого напряга, потому что от того, что я буду напрягаться, ничего в ситуации в лучшую сторону не поменяется. Мне нужно научиться терпеть, но терпеть не пассивно, а терпеть с правильным действием. То есть вот происходит некоторая проблема, я не начинаю от неё отбиваться, я начинаю решать эту проблему. И получается, что наша жизнь, она становится похожа на, не самое приятное сравнение, но очень понятное, на школу, где мы сдаём определённые этапы обучения и проходим дальше и дальше и дальше. И вот Господь часто хочет нас чему-то научить и дать нам что-то полезное, что нам самим будет полезно, и поэтому у каждого из нас свои испытания, свои примеры в этой школе, и поэтому нельзя от них бегать. Очень большая проблема сейчас вообще в современном мире, что люди бегают от своих проблем, от своей боли, от внутренних переживаний, они пытаются от них закрыться, отторгнуть их. Но я вам скажу, что и святые православной церкви, и адекватные психологи скажут вам одно и то же, что любую проблему её надо сначала принять. Что нужно сначала смириться с ней по-хорошему, по-правильному. То есть понять, что вот, да, сейчас уже в моей жизни происходит что-то, есть какая-то трудность, она уже есть, и дальше надо с ней начинать работать. И вот если мы научимся преодолевать трудности, у нас сменится сам вектор. Мы поймём, насколько это замечательно, быть победителем во всех этих испытаниях, выходить из них с новым опытом, выходить из них с новыми знаниями и с новым направлением жизни. Поэтому, как получить в этой жизни всё без напряга, навряд ли мы вам ответим. Но как относиться к тому, что нас напрягает, я думаю, мы постарались ответить на основании священного Писания. Субтитры создавал DimaTorzok